Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю в Самаре расскажут наши корреспонденты и я, Андрей Горгуленко. Коротко о некоторых темах. Число койко-мест в ковидных госпиталях увеличит, а на концерты и спектакли будут пускать со справкой. В Самарской области готовятся к новой волне коронавируса. Как улучшить качество воздуха в Куйбышевском районе? Глава Самары, Елена Лапушкина, провела выездное совещание. Приятное времяпрепровождение или риск для собственного здоровья и здоровья окружающих? Сотрудники ЕБДД проверили, соблюдают ли любители электросамокатов правила дорожного движения. На этой неделе в среднем каждые сутки в Самарской области регистрировали более 100 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. О возможном введении дополнительных антиковидных мер в регионе говорил губернатор Дмитрий Азаров на оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так прозвучало предложение пускать на концерты и спектакли только тех, у кого есть правка о вакцинации или о наличии антител. Кроме того, губернатор поручил рассмотреть варианты введения дополнительных стимулов для тех, кто вакцинируется. Обо всем подробнее в нашем сюжете. Рост заболеваемости коронавирусом в Самарской области за неделю составил 11%. Об этом говорили на оперштабе по предупреждению распространения COVID-19. Кроме того, приближается третья волна заболевания, поэтому система здравоохранения региона должна подготовиться к возможным рискам. Министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян рассказал, что в ковидных госпиталях региона дополнительно открыли 943 места. Лекарствами область обеспечена на 52 дня. В настоящий момент в 17 учреждениях, которые на сегодняшний день задействованы системой оказания, проведена инспекция системы кислородоснабжения, запасов средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов. Имеются запасы на полтора месяца работы при сохранении сегодняшнего уровня заболеваемости. И проведена оценка дополнительной потребности средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов на случай увеличения эпидемиологического порога. В регионе продолжают действовать антиковидные меры, введенные ранее. Неработающие граждане старше 65 обязаны соблюдать режим самоизоляции. Для них ограничен доступ в фитнес-центры и на концерты. Заполняемость залов не должна превышать 50%. Ограничения действуют и в организации летнего детского отдыха. Мы не отменяли ограничительных мер, в отличие от абсолютного большинства субъектов Российской Федерации. Таких, например, как работа на удаленке, запрет на посещение учреждений людям старшего возраста, ограничительные меры, связанные с дистанцированием и заполняемостью залов. У нас это все действовало и действует. И вполне возможно, эти решения позволили нам удерживать ситуацию более благополучно. Несмотря на принятые меры, в Самарской области вырос процент заболевших COVID-19 среди молодежи. Прежде всего, речь идет о работниках сферы услуг, торговли и других профессий, где контакта с людьми не избежать. Поэтому самый верный способ защитить себя и близких – вакцинация, уверен глава региона. В ближайшее время в регион поступит более 73 тысяч доз вакцины. Губернатор поручил придумать варианты дополнительных стимулов для тех, кто вакцинируется. При этом на массовые праздники, а также в театр или на концерт было предложено пускать по справке о наличии прививки, действующего отрицательного ПЦР-теста или справки о наличии антител. Кроме того, даже тем, кто привился, важно по-прежнему носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. Виктория Шара и события. Жители Куйбышевского района Самары продолжают бороться за право на чистый воздух. В то время как эксперты выясняют, почему уровень концентрации вредных веществ в атмосфере превышен, сотрудники РКС инвестируют в модернизацию и реконструкцию своих предприятий и изолируют приемные камеры и каналы очистных сооружений от окружающей среды. На этой неделе на выездном совещании, которое провела глава Самары Елена Лапушкина, выясняли, как очищается воздух на крупных городских предприятиях и что мешает жителям города дышать легко. Подробности в репортаже Ольги Павловой. Дышать легко и засыпать с открытыми окнами. При соседстве с крупными промышленными предприятиями желание остается мечтой. Делится эмоциями жители Куйбышевского района Самары и вспоминает, сколько раз обращались с жалобами на загрязнение воздуха в отдел государственной экологической экспертизы Росприроднадзора. Из 37 промышленных предприятий Куйбышевского района на открытые исследования согласились единицы, в их числе городские очистные канализационные сооружения. Глобальных нарушений экспертиза не выявила. Более того, проверка показала, что ВОКС работает не только в соответствии с санитарным законодательством, но и не ухудшает качество атмосферного воздуха. Приемная камера закрыта уже на 90%. Стоит оборудование литровское, на сегодняшний день относящееся к наилучшим доступным технологиям. То есть очистка самого воздуха, который будет находиться в приемных каналах, будет происходить на микробиологическом уровне, внутри самого канала и приемной камеры, и выбрасываться уже в атмосферу будет абсолютно чистый воздух. Новое оборудование на ГОКС появилось в ходе реконструкции, в которую РКС Самара инвестировал почти 2 миллиарда рублей. Приемные камеры и каналы здесь изолированы от окружающей среды и оснащены приточной вентиляции. А станции обеззараживания строятся по нацпроекту «Экология». Сточные воды на городских очистных канализационных сооружениях проверяются на всех этапах очистки. Проводится контроль качества стоков по 47 показателям. Впрочем, подобными технологиями может похвастаться далеко не каждое промышленное предприятие Куйбышевского района. На большинстве из них открытые исследования попросту не проводились, по причине того, что объекты являются закрытыми. Нам нужно проводить замеры, нам нужны планы по действию в период неблагоприятных погодных условий, потому что самое большое количество жалоб идет именно вот в этот период времени, когда у нас практически неподвижный воздух. Чтобы предприятия своевременно и грамотно отрабатывали эти свои планы и, конечно, были открыты. Только за первую половину этого года специалистами Росприроднадзора были проведены 23 проверки и 4 административных расследования. На сегодняшний день источниками загрязнения воздуха в Куйбышевском районе Самары являются 17 объектов. Вот я сейчас просто вижу, человек, который живет в Самарском районе, я тоже человек, который страдает от загрязненности воздуха. Вчера, когда мы ездили на выезд, в 2 часа было просто невозможно дышать. В ходе выездного совещания главой города Елены Лапушкиной было принято решение о необходимости открытых лабораторных исследований на крупных промышленных предприятиях Куйбышевского района. Всенадзорные органы администрации, профильные ведомства должны выработать единый алгоритм, который будет соблюдаться, а при необходимости рассмотреть вопрос о модернизации предприятий, их реконструкции и обновлении оборудованием по последним стандартам качества. Ольга Павло, Николай Епифанов, События. Долгожданное событие для жителей Советского района. Нелегальную свалку близ озера Монашенское, которая долгие годы отравляла водоем, наконец-то начали расчищать. Чтобы ликвидировать несанкционированный полигон стройматериалов, понадобится почти 4 месяца непрерывного труда. Первый этап начали уже на этой неделе, благодаря помощи районных, городских и областных депутатов. На месте работ побывал Александр Живайкин, депутат Губернской думы. Гульфия Сафина продолжит. Здесь можно было бы легко разместить до 6 стадионов, почти 7 гектаров земли. На такой площади раскинулся несанкционированный полигон в Советском районе. И где? В живописном уголке близ озера Монашенское. Местные жители обращают особое внимание к этой экологической проблеме. Отрадно, приятно, что на сегодняшний момент такое пристальное внимание местных властей. Спасти экологию и расчистить берег. Только за последние два месяца от жителей поступило более 100 таких обращений. Под свой контроль ситуацию взял депутат Губернской думы Александр Живайкин. Экологически чистая территория, которая могла бы быть здесь, стать местным притяжением для жителей. Поэтому на сегодняшний день, безусловно, депутаты всех уровней, исполнительная власть приложит все усилия, чтобы сейчас эта программа национального проекта здесь в полной степени заработала. Мы будем привлекать не только сейчас средства районного бюджета, но необходимо сейчас попасть в областную программу, что я нисколько не сомневаюсь. На первый этап вывоза мусора выделили почти 500 тысяч рублей. Работы уже ведутся, но объемы большие, поэтому необходимо еще порядка 59 миллионов. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События. Школа, ВУЗ, предприятия. Учебные заведения Самары начинают работу по общеобразовательной программе «Союз машиностроителей России». В рамках обучения школьников будут готовить к олимпиадам по физике, информатике и робототехнике, а также знакомить с ведущими специалистами предприятий машиностроительной и авиационно-космической отрасли. Новшества начнут внедрять на базе 26-й Самарской школы, что находится на пятой просеке. Обсудить варианты развития проекта в Самару прибыл первый заместитель председателя «Союз маша России» Владимир Гутенев. Как заинтересовать талантливых выпускников вузов и сделать так, чтобы лучшие кадры не покидали регион и страну, узнала Ольга Павлова. Своё знакомство с учебным заведением Владимир Гутенев начинает с экскурсии по кабинетам и классам. Отстроенная недавно школа на пятой просеке уже 1 сентября примет своих первых учеников. Детей ждут просторные холлы, широкие коридоры, большие и малые спортивные залы и новейшее оборудование, которое позволит сделать процесс обучения лёгким. Позаботились и о ребятах с ограниченными возможностями здоровья, оборудовав этажи специальными туалетными кабинами, а классы аппаратами для слабослышащих детей. Всё по последним стандартам качества. Аттрактивная доска с проектором, многофункциональное устройство и компьютер для работы учителя. Такие космические возможности по-настоящему современной и многофункциональной школы сделали её претендентом на развитие успешной образовательной программы «Союз машиностроителей России». В рамках обучения школьников будут готовить к олимпиадам по физике, информатике и робототехнике, а также знакомить с ведущими специалистами предприятий машиностроительной и авиационно-космической отраслей. Это позволит уже со школьной скамьи готовить ценные кадры для региона. Для обмена опытом с коллегами руководство 26-й Самарской школы уже побывало в Чувашии, где подобная образовательная практика применяется не первый год. То, что Анатолий Владимирович смог уже посетить те образовательные учреждения, которые можно рассматривать и заимствовать у них опыт, даёт возможности не изобретать велосипед, а пойти по протуренной дорожке, причём пройти дальше, подняться выше. Руководство 26-й школы города уже ведёт переговоры со многими крупными предприятиями региона о возможном и скором сотрудничестве, в их числе РКЦ «Прогресс». Это сотрудничество очень полезно, потому что дети уже изначально ориентированы на определённые цели и на протяжении всего обучения достигают шаг за шагом поставленных задач. Дети будут, поступая уже в высшее учебное заведение, учась в школе, будут понимать, куда они идут, для чего они идут и где они будут работать. Но самое главное, что если эта триада, она будет интегрирована, она будет работать, то дети будут оставаться на нашей родной самарской земле. Проекты, которые будут реализованы на базе самарской школы, направят на пруф-ориентацию в реальный сектор экономики. В первую очередь на специальность машиностроения, где высокая добавленная стоимость труда. Работа будет идти совместными усилиями со школой, вузами и крупнейшими предприятиями региона. Ольга Павлова, Максим Гусев, События. А работать школьники-участники проекта, возможно, будут в Красноглинском районе. В Управленческом в четверг прошла торжественная церемония закладки первого камня «Фундамент Центра конструкторских разработок и научных исследований ОДК Кузнецов». Здесь возведут три новых исследовательских центра, один из которых планируют открыть уже в следующем году. С подробностями Михаил Ермоленко. Поселок Управленческий в Самаре – центр сосредоточения конструкторской мысли в области двигательстроения. Именно здесь советский конструктор Николай Дмитриевич Кузнецов спроектировал и разработал свои самые знаменитые двигатели, включая НК-33, которые до сих пор используются для космических пусков. Сегодня знаменательный день. Фундамент Центра конструкторских разработок и научных исследований ОДК Кузнецов заложили первый камень. Новый комплекс соберет под крышей молодые умы, которые в будущем продолжат развитие российского двигательстроения. «Это не только объединение под одной крышей всей конструкторской мысли в предприятии ПАО Кузнецов. Это, конечно, и символ возрождения поселка Управленческий. Здесь еще два новых производства будут открыты в самое ближайшее время. Будут созданы новые рабочие места. И самое главное, что сюда придет молодежь». На 10 тысячах квадратных метров трехэтажного здания нового Центра конструкторских разработок и научных исследований разместят самые современные средства вычислительной техники. В комплексе будут создавать новые авиационные и ракетно-космические двигатели. Появятся дополнительные рабочие места более чем для 500 инженеров-конструкторов и работников технических служб. «Задач перед Кузнецовым сейчас очень много с точки зрения разработки новых продуктов. Это и двигатель для перспективного комплекса дальней авиации, это и реализация мероприятий по повышению надежности нашей техники, которая работает на объектах «Газпрома» на сегодняшний день. Это и сформирование научно-технического задела по перспективному газогенератору, который ляжет в основу семейства двигателей «Анкана» на ближайшие 30-40 лет». Здание нового Центра конструкторских разработок планируют открыть в 2022 году. Кроме него, на территорию управленческого построят еще два новых комплекса с нуля. По оценкам экспертов, стоимость проекта сейчас оценивается в 980 миллионов рублей. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров, События. Одну из самых трагических дат на этой неделе отмечали в России – День памяти и скорби. 80 лет назад нацистская Германия напала на Советский Союз. В ночь на 22 июня Самара, наряду с другими городами трудовой доблести и городами-героями, приняла участие в международной акции «Огненные картины войны». Более 150 волонтеров из 13 тысяч свечей создали изображение знаменитого самолета Ил-2. Подробности в нашем сюжете. Анастасия Самыкина уже больше 10 лет занимается добровольчеством. Особое место в сердце девушки занимает движение «Волонтеры Победы». В ночь на 22 июня Анастасия вместе с единомышленниками зажгла тысячи свечей, выложенных в огненную фигуру. Патриотическая акция «Свеча памяти» прошла по всей России и в ряде стран ближнего зарубежья. В каждом городе рисовали свою огненную картину. Она изображала знаковое место или памятник, символизирующий вклад того или иного региона в Великую Победу. Очень важно знать и гордиться, и мне очень радостно, что такое количество студентов, неравнодушных людей и ребят. Очень большой корпус волонтеров Победы сегодня здесь принимает участие именно в таком значимом мероприятии. 13 тысяч свечей одна за другой зажглись и олицетворили с собой огненную картину войны. В Самаре это знаменитый Ил-2. Присоединиться к акции могли все желающие. Видят и с трепетом на сердце присоединяются к акции. Поэтому пройти, наверное, мимо невозможно. Это наша жизнь, это наша история, которую нужно сохранять. Чтобы выложить огненную картину, волонтерам потребовалось несколько часов. Еще час ушел на то, чтобы зажечь все свечи. Участие в памятной акции приняли губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и депутат Государственной думы Александр Хинштейн. Сегодня мы здесь для того, чтобы это никогда не повторилось. Для того, чтобы память передать самым юным гражданам нашей страны. Чтобы заявить всему миру, что помним и не допустим страшной войны больше никогда. Сегодня мы здесь, чтобы выразить единство. Это щемящая грусть. И начинаешь представлять и воображать, как это было 80 лет назад. Что такая же летняя, тихая ночь, такая же теплая. И здесь, на Волгине, в других городах. Также молодежь гуляла, люди отдыхали. Но случилось то, что случилось. 19 стран, практически все регионы России принимают участие в акции огненной картины войны. Патриотические акции в ночь на 22 июня прошли по всей Самаре. Огненную картину выложили также у горельефа Родины Матери в Парке Победы. Мария Левина, Константин Головин. События. Встать на сноуборд или освоить велосипед. Теперь для занятия любимым делом нет преград даже у людей с инвалидностью. Как далеко шагнули современные технологии протезирования, проверили на выездном заседании общественного совета по делам инвалидов. Подробнее расскажет Мария Левина. 10 лет Вадим Каркула проходил на обычном протезе. Полгода назад получил современный оборудованный электрическим датчиком. Технология позволяет быстрее реагировать на разные препятствия на пути, подниматься по лестнице и даже заниматься спортом. В основном обычные протезы работают по основному алгоритму, по которому ты ходишь. Ты не можешь подогнуть колено, постоять, сделать опору на него, потому что он будет тупо ломаться. На этом можно все практически. Вплоть до того, что научиться бегать, ездить на велосипеде, на самокате. Практически ограничений никаких нет. Протез Вадим получил бесплатно по программе господдержки. Их производят здесь, в Самаре, в медицинском центре протезирования. Бесплатно здесь можно пройти и консультацию специалистов, и обследование на уникальных аппаратах, и получить необходимое техническое оснащение. Начать нужно с похода в свою районную поликлинику. Там заведут карту. Инвалид оформляет карту ИПР, в соответствии с картой ИПР. Конечно же, и в медицинских учреждениях здравоохранения, и в комплексных центрах социальной реабилитации могут на территории города получить разные виды услуг, в том числе, вот сегодня мы будем обсуждать и протезирование. Люди приезжают на коляске, коляску у них забирают. И когда они выходят после протезирования, родственники не понимают, они привозят коляску, все как обычно, а родственники не понимают, как человек может выйти без коляски. Современными протезами люди с ограниченными возможностями могут заниматься спортом, принимать ванну, ходить на пляж. О новых возможностях рассказали на выездном заседании Общественного совета по делам инвалидов. Теперь общественники будут информировать о современных технологиях, а главное о том, как стать их обладателями, жителей своих районов. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса и сигвэи. В Самаре проходят рейды по нарушителям на малом электрическом транспорте. Какие штрафы можно получить за неправильное вождение современных электроконей, расскажет Ольга Хомракулова. Без права на катание по проезжей части. В Самаре проходит рейд «Внимание! Самокат». По всему городу сотрудники ГИБДД выявляют нарушителей на самокатах, сигвеях и гироскутерах. Водители малого электрического транспорта мощностью до 250 ватт приравниваются к пешеходам, поэтому перемещаться по проезжей части им нельзя. Если самокатчик не спешившись пересекает проезжую часть, двигаются по проезжей части, то есть они, если относятся также к пешеходам, наказываются они наравне с пешеходами. Так, если электросамокатчик не спешился на пешеходном переходе, он отделается профилактической беседой. А вот если он едет по проезжей части, ему грозит штраф в 500 рублей. То же самое, как пешеход спешится перевести через пешеходный переход, через проезжую часть транспортного средства, в данном случае самокат, затем продолжит движение. Вы сейчас нарушили правила, как пешеход, передвигаясь по проезжей части. Одной из целей сегодняшней акции – это объяснение тем, кто берет самокаты в пользование, о том, как надо правильно и безопасно ими управлять. Чтобы снизить число нарушений на прокатных самокатах, представители кикшеринга ввели ряд ограничений. Мы не разрешаем ездить на самокатах с детям. Наш сервис предназначен для пассажиров, для водителей старше 18 лет. Мы не разрешаем ездить на наших самокатах вдвоем. Это транспорт для одного человека. Для того, чтобы снизить скорость движения в зонах, где много пешеходного трафика, где много отдыхающих, где много детей, наша компания ввела зону ограничения скорости. Во время этого рейда ни одного штрафа выписано не было. Но инспекторы ГИБДД продолжают контролировать ситуацию. По их данным, с января по май этого года в стране зарегистрировано 112 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года прирост составил почти 195%. Ольга Хомракулова, Николай Сидоров. События. Они всегда в гуще событий и идут туда, где другим не пройти. Отдел специального назначения ОФСИН России по Самарской области «Мангуст» отмечает 30 лет со дня создания. Сегодня главная задача силовиков – следить за порядком в местах лишения свободы. Но за три десятка лет большая часть бойцов успели повоевать в горячих точках, защищая Родину. Сейчас силовики не только достойно несут свою службу, но и показывают пример для молодого поколения. В свой юбилей они организовали показательное выступление для детей. На месте побывала и наша съемочная группа. Он из тех, чью фамилию нельзя называть, но имя можно. Олег, в силовых органах вот уже два десятилетия. Больше половины этого времени служит в отделе специального назначения «Мангуст», которому в этом году исполнилось 30 лет. За годы службы выезжал на боевые задания на Кавказ, Карачаево-Черкесию, Чечню и Дагестан. Мечта детства была, кто-то о чем мечтает, космонавтом стать или еще. Я с детства к этому стремился. Отслужив в армии, пошел в подразделение, в подразделение структуры МВД, потом отучился заочно и уже сюда пришел на офицерскую должность. Делаю именно то, что нужную работу, нужную стране, нужную людям. Вот именно это привлекает, то, что я занимаюсь тем, что настоящая мужская работа. В основном, конечно, это Северный Кавказ. Мы начинали туда ездить с 1994 года, с Первой войны, Дагестан, Вторая война. Соответственно, выезжали в свое время на охрану-членов ДТЧП, тогда после кучи в 1991 году. Есть достаточное количество опытных сотрудников, которые могут чему-то научить, подсказать. Но и в то же время есть достаточное количество молодых, которые все это впитывают, у которых есть желание, горят глаза. И они с удовольствием проходят службу. У истоков Самарского спецназа стоит товарищ Сухов. Таким позывным за почти половековую службу обзавелся Владимир Солощев. Он еще в детстве мечтал о профессии силовика, тайком от родителей Тигалгири. Повзрослев, стал обладателем коричневого пояса по каратэ. Владимир понял, что свою силу можно применять во благо, к примеру, защищать свою родину. Тогда, в начале 90-х, спецназ держался на энтузиазме, рассказывает боец. Не было такого оружия, как сейчас, и люди, которые шли работать, еще сами не до конца понимали, в какую профессию идут. Спецназ – это не просто ношение формы, это не просто брецкание оружиями, это образ жизни. Нужно жить зимой и летом, весной и осенью, в любое время дня и ночи. Свистнули, ты встал, и жена уже знает, возможно, ты и не придешь. Вот это образ жизни. Молодежь это видит, на это смотрит, и пытаемся это привить, чтобы это было для подражания. Чтобы каждый мужчина в нашей Российской Федерации, он знал, что служить родине – это хорошо и это правильно. Для детей сотрудников организовали показательные выступления спецназа с элементами рукопашного боя и тактической подготовки. Организовали выставку оружия и фотозону с защитной амуницией. На площадке работали пневматический тир и пылевая кухня. Мария Левина, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Будьте здоровы. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова